Добрый день дорогие друзья, прямой эфир от Нагерчика 6510996 Наш гость, самый любимый, мчится к нам Перед тем, как он к нам придет, просто несколько слов о рынке и обо всем На самом деле, в последнее время мы пестрим событиями о Сирии На самом деле, это уже немножко где-то ввелось в кору головного мозга Все, что мы говорим с утра до вечера, это Сирия Что будет, если мы защитим Сирию Что будет, если мы не защитим Сирию Что будет, если американцы нападут на Сирию Что будет, если американцы не нападут на Сирию Как раз вот Александр подошел, сейчас он оденет наушнички и будет меня поддерживать На самом деле, что будет, кому будет хорошо или кому будет плохо Можно только узнать постфактум Мы сейчас, конечно, естественно, Сашина мнение выслушаем Но мое личное мнение на самом деле, что Америка не должна вмешиваться в это И наплевательски относиться к тому, что говорит Организация Объединенных Наций И хвастаться тем, что они просто могут делать то, что они хотят На самом деле, это не очень правильно Вот к нам как раз пришел Александр Потавин Ты меня слышишь, Саш? Да Александр Потавин, представлю нашего гостя Главный аналитик РГС Управления активами Саня, здравствуй, дорогой Добрый день, Александр Первое, что я хочу сделать Это поздравить Сашу с прошедшим днем рождения Он был недавно именинник На самом деле, от всего сердца И все радиослушатели, все люди из Лисы И те, кто тебя знал до и после твоей доброты Все, я уверен, присоединяются На самом деле, посмотрите, как хорошо выглядит этот молодой человек Ему 47 лет Ни одного седого волоса Поэтому желаю тебе только одного Чтобы тренд всегда был в твою сторону Чтобы Ну, деньги лили с рекой Это такое дело Иногда деньги дают побочный эффект Хорошо и плохо, никто не знает Но, во всяком случае, ты довольно-таки молодой Поэтому исполнение всех твоих желаний Я уверен, что у тебя какие-то желания у тебя есть И я знаю, что у тебя были проблемы со спиной Я вот недавно вылечил свою спину Я тебе желаю, чтобы твоя спина никогда тебя больше не беспокоила Спасибо, дружище Мне очень приятно, что ты Несколько А вам не вспоминаешь и поздравляешь Я очень тебя люблю И поэтому, когда стал вопрос, кого мы еще раз приглашаем Потому что Много темы с тобой не раскрывали Поэтому я хочу сейчас именно раскрыть тему Мне часто говорят, что я, может, могу где-то перебивать гостей Дорогие друзья, не надо на меня обижаться Все-таки я не профессиональный ведущий И даже скажу больше Не претендую на роль профессионального ведущего Мне просто иногда кажется, что Если я буду задавать много вопросов, я поскорее раскрою тему Поэтому не надо обижаться, принимать близко к сердцу Это не неуважение никому Поэтому я сегодня записал несколько вопросов Специально для тебя Это лично мои вопросы Вот Ты знаешь, постоянно идет последнее время спор Тем более, ты смотришь смарт-лаб Сделаем ссылку на него Существуют уровни, не существует уровень Что такое уровень Или не что такое уровень В чем понятие И как он по-разному интерпретируется И что для тебя это такое Поэтому вопрос вытекает Следующий Для меня Вот ты часто в своих обзорах Я тебя знаю, пожалуй, дольше всех Кого я знаю на самом деле на территории страны Потому что мы с тобой знакомы с 2006 года Ну Твардовску ты знаешь дольше Немножко Я сразу после Твардовского знаю тебя дольше Да Но я тебя чаще даже видел, чем Твардовского Виталий у нас постоянно занят Если он слышит Ему огромный привет Мы его все очень любим Поэтому вопрос к тебе такой Вот ты часто в своих обзорах Указываешь цифры Например, если вот мы такую-то цифру пройдем То будет то-то, то-то Вопрос следующего формата Что для тебя эта цифра И как ты подразумеваешь Под своим понятием уровни И что вообще это такое Что вот эта цифра, например Если РТС пробивает Я потом выскажу свое мнение Если РТС пробивает то 128 То мы бла-бла-бла-бла-бла Если не пробивает, то бла-бла-бла-бла-бла Ты знаешь, ну по сути своей Вот теханализ такая очень интересная штука Вот за долгие годы и торговли, и аналитики Я понял, что вот нельзя просто смотреть на рынок И верить в то, что рынок дойдет до какого-то уровня Который ты сам себе на своем графике обозначил С этого уровня пойдет что-то выше Бывает, что мы не доходим Бывает, что мы там переходим какие-то уровни Эта вещь очень тонкая Вот, и вот именно от того Как ведет себя рынок вблизи каких-то уровней Где он раньше себя вел подобным образом Можно строить предположение о том Как он себя поведет дальше Вообще вот тема теханализа На рынке акций Она очень скользкая И вот многие новички сталкиваются с тем Что когда в учебнике написано, что мы должны от чего-то там оттолкнуться К чему-то там прийти К чего-то отразиться Вот, а на самом деле такого не происходит И из-за этого в разочарование раз И упущенная прибыль, а то и даже убытки два Поэтому есть очень тонкие вещи Поэтому я вот так вот Не смотрю на Может быть какие-то Уровни С точки зрения какой-то надежды Потому что когда ты в голове Держишь какой-то сценарий Это не позволяет тебе полностью реализовать Все возможности рынка Которые он дает Ну, например Как будет правильнее тогда будет формулировка Шартим в районе Таком-то Или шартим от такой-то цифры Вот для тебя Какая будет правильнее формулировка В районе А я тебе просто скажу Например И у нас Часто очень Наши злопыхатели Да У тебя меньше, у меня больше Говорят, что Там Мы не даем рекомендации То есть В частности я Вот буквально на прошлой неделе У нас была Россия 24 В гостях Я дал конкретную рекомендацию Шорт Евро От 1.34 Сейчас эта передача выйдет Это конкретно была цифра сказана Почему Я просто взял Для меня По моим Понятиям Это цифра Которую мы очень много раз Пробивали И возвращались обратно После всего Мы закрепились Ниже 1.34 Ты правильно говоришь Можно сказать Шартим в районе 1.34 Просто от 1.34 Легче Потому что там был Короче стоп В твоей интерпретации Это было бы там Шорт В районе В районе 1.34 Ну ты же вот раньше Давал Нет Понимаешь в чем дело Саш Вот когда я говорю о том Что вот мы смотрим На этот уровень уже И в зависимости От этого уровня Мы допустим Или у нас Мы в дорогом диапазоне Каком-то Или мы пробиваем Этот уровень Дальше идем вниз Вот туда-то Туда-то В силу В силу Техники Да Либо мы уходим выше Опять же Где мы были раньше Останавливались Вот туда-то Туда-то Вот примерно так То есть я Ориентир Да Я стараюсь Не торговать Вот Ну как бы Вот 1.34 Хороший уровень Действительно Но Вот просто Переживая практика Достаточно часто Меня Ну возможно Я не столь Прозорлив Как ты Допустим Выставление Эти уровней Но Вы же Вот у меня Это правильно В самом начале У меня Переживая практика Показывает Что вот эти все уровни Которые ты сам себе Наметил Что да Вот этот уровень Там вот Который мы там Два года назад На него упали Они пробиваются Так же легко Там еще что такое Поэтому еще раз говорю Мы доходим До этого уровня Как мы себя ведем Возле этого уровня Абсолютно верно Если мы разворачиваемся Все Вот это сигнал То есть поведение Возле определенной цены Правильно Совершенно верно Да Простижение какого-то Так скажем Ну паттерн какой-то Должен на графике быть Это не уровень Нарисовано Который тебе понятен Это не уровень Допустим Вот если посмотреть На то Как вела себя нефть Вот когда она взлетела Там с уровня Там 111 На 117 Думаю Откуда такая взялась 117 Потом когда Ну значит Так я так посмотрел Там все вот эти Касательные Вот эти вот Расходящийся Треугольник Такой восходящий Можно было нарисовать Действительно Там 117 уровень Но это по факту Нарисовать Нет Уже видно было Куда она может Приблизительно Пойти Да 116 115 половин 116 А куда же она может прийти А куда она может уйти Вот Я сразу же прорисовал В тот же день На графике Уровни Вот По Котировкам Сместе бренд По нижней границе Того Канала Который она формировала Вот за последние Там 2-3 недели Это был как раз уровень В районе Там 114 половин Ну она вот сегодня Пришла как раз туда Поэтому Из графиков Можно сделать Хорошую картинку При этом Вот еще раз говорю Что я Не сторонник Покупать на минимуме Даже если с коротким стопом И не Продавать максимум Даже с коротким стопом Я должен посмотреть Как себя ведет цена Если она развернулась Если тенденция К развороту есть Если никаких ложных выходов нет Соответственно Я тогда буду принимать решение Пускай я Не возьму все движение Но по крайней мере Я буду уверен в том Что цена пошла в мою сторону Ну вот когда ты В реальном времени Буквально год назад Давал рекомендации По В лесе Да То есть у вас был сервис такой На самом деле Я считаю Очень хороший Я не Конечно Большой сторонник Того Что люди Следуют Например Чужим сигналам Но когда человек Только-только Начинает Для того Чтобы ему Понять Что хорошо А что плохо Конечно Лучше Следовать за таким Профессионалом Как ты Коим я тебя считаю Ты прекрасно знаешь Наши отношения И действительно Есть несколько людей Вообще В этом рынке К которым Я действительно Отношусь Как тебе Ты знаешь Ты профессионал своего дела Ты сидел возле меня Ты видел что делал я И Что делал ты Поэтому сейчас Когда мы пойдем В следующую 12 минутку Я хочу как раз Чтобы мы Об этом поговорили Дорогие друзья Александр Потавин Главный аналитик РГС управления активами У нас прямой эфир После новостей Дорогие друзья Прямой эфир Самый любимый гость Александр Потавин Главный аналитик РГС управления активами Санечка еще раз Да привет Здравствуй 6510996 У нас прямой эфир Звоните Задавайте вопросы Вернемся 7 лет назад 2006 год Когда мы с тобой познакомились Я помню утром Когда я приходил к вам в гости К 9.30 У тебя уже был Написан обзор Ты писал Мы его лично все читали И очень часто На самом деле Срабатывало все То о чем ты говорил С чего начинался Твой утренний день Потому что Сегодня Многие Радиослушатели Которые будут нас слышать Может они просто захотят Тебя продублировать Или скопировать Или склонировать К чему мы потом придем Стоит ли прислушиваться От чужой аналитики То есть мы возвращаемся 7 лет назад Александр Потавин Приходит на работу Там в 8 утра С чего начинается рабочий день Да Ты знаешь Саша Я сейчас это Вспомнил Что-то тут Меня задавали Где-то вопрос О том Что А вот как изменился Рынок За последние 15 лет Вот я там на рынке 15 лет Там даже чуть больше Я вспоминаю Что в те В те Вот стародавние времена Там еще В середине 90-х Там ведь не было Вот таких вот возможностей Там на сайтах Что-то общаться Где-то там Какой-то череп информации Вообще полезных книг Было очень мало По биржевой торговле Поэтому все приходилось делать И мало того Значит Получали мы Выписки Биржевые Вот биржевые книги Да Как закрылись Котировки Там акции Там РАУЕС Там Там Уралсвязь информ Там еще какие-то Как они выглядели Ты должен сам был оценить Где что чего Сам может быть даже Построить график Вплоть до миллиметровки Я знаю Ребята Чертили графики Сами наносили цены Да Сами наносили цены На миллиметровки Вот И по ним А сейчас Потрясающая вещь Когда можно там Вот буквально Раз тут же наложил Один график На второй график Добавил третий график Сравнил Вычил один из другого Всякие там Исторические спреды Построил Там Тут же отмерил Там вот эти вот Уровни поддержки Сопротивления Там Насколько изменилась цена Все это просчитал Все это занимает Буквально секунды С одной стороны С одной стороны Упрощение С другой стороны Видишь Когда уже До такой степени Все просто И рынок становится Четким Становится тяжелее Зарабатывать Сложнее да Зарабатывать Биржа публика Сейчас Та которая остается На биржах Она стала более Подкованной Потому что Естественно Когда рынок Акций Индекс МВБ Стоит на уровне Условно говоря Там 2006 года На этот рынок Инвесторов Массовых инвесторов Не привлечешь Ничем Даже если мы будем Расти там Два-три квартала Подряд Я думаю Что денег В большом счете Не появится Вот если мы будем Расти там Два-три года Вот это да Я думаю Что возможно Там у нас Частный сектор Там всякие там Средний класс Пенсионеры Обратят внимание Если взять По сути дела Если посмотреть Первый эшелон Это в первом эшелоне У нас Нефтянка Пара Телекоммуникационных Компаний Но Магнит И все остальное Это маленький Ликит Поэтому К чему приходить То есть если Нефть будет стоять То по сути дела Никакого интереса В наш рынок нет Потому что Заходить к какому-то фонду В 20 миллионов долларов Это не интересно А на миллиарды Мы не потянем Совершенно верно То есть у нас есть Допустим Вот мы как Управляющая компания Мы стараемся Допустим Набрать позиции В каком-то Допустим В какой-то акции Эмитенте В каком-то эмитенте Да И нам достаточно сложно Это сделать Мы знаем Что компания Обладает хорошими Перспективами И вот мы Подбираем Ну вы можете Месяц позиции набирать Мы вот по чуть-чуть Прям там По крохам набираем У нас есть лимит Определенный на эту компанию Мы вынуждены По крохам набирать По копеечкам Что называется Прежде чем мы сформируем Какую-то позицию Которую нам будет Там давать Какой-то перформанс Да Вот И поэтому Здесь очень сложно С учетом того Что ликвидных акций Буквально 50 на ММВБ Да и то Вот Ну и все Мы практически про них Все знаем уже Там и 50 Да нет На самом деле По сути своей Мы должны тусовать Между ними После 20 Уже надо вспоминать Да Да Возвращаемся еще раз В 2006 год Да Вот Ты приходил на работу Я помню Что у тебя просто уже Была куча всего исписанного Ты печатал Вот С чего начинался Твой вот аналитический обзор Потому что Аналитические обзоры Твои были Очень четкие На самом деле Очень четкие Я знаю что Твоей аналитикой Помимо По тем временам Эти инвесты Проспекта Русских фондов Пользовались еще Несколько фондов Которые там работали В свое время Да С русскими фондами То есть Твою аналитику Очень уважали С чего начинался Конкретно Твой аналитический обзор Что ты конкретно Смотрел Из чего складывалась У тебя вот эта картинка Какие краски Ты применял Чтобы нарисовать Эту картину Я единственное Что сделал Всегда Я не читал Ну так скажем Официальные сводки Биржевые Допустим Я там Интерфакс Публикую Что Индекс СНП Начинал я всегда С Америки Вот как вот Солнце идет Курговорот То есть мы Закончили торговать После нас После нас Заканчивает торговать Европа Там чуть-чуть Еще час После этого Доторговывает Америка До 12 часов И после этого Я смотрю Как там Азиатско-Тихоокеанский Регион Потом Центральная Азия И уже мы И с чего нам ждать Вот именно По такой стрелке Я всегда И делал свой обзор Как закрылась Европа С какими настроениями Раз Как торговались В момент закрытия Европы Штаты С каким настроем Как они сами Завершили торги После того Как закрылась Европа Какие факторы Способствовали Эту То есть Посмотрю На уровни На то Как вели себя И рынок акций И рынок облигаций И валютные пары Сырье Какие сектора В Америке В Европе Были доминирующими В плане падений Роста И почему То есть Не просто Там мы какие-то Выросли Там Из-за того Что там риски ФРС Такое ощущение Что вот Допустим Там риски Сворачивания Ну вот я про текущую ситуацию Да Вдруг инвесторы Обратили внимание Да не вдруг Они обратили внимание Просто Они Этот риски Они были еще месяц назад Просто вот По технике Мы должны были Сходить сюда И просто Она вот это Постоянно лапшу вешивает Там вот это вот То что мы там Должны Допустим Рискованных активов Там без риска Или выход Или фиксация прибыли Допустим Или заход новых денег Надо просто По притоку Оттоку Средств смотреть Поэтому Очень много Многофакторная модель И на самом деле Достаточно сложно Прогнозируемая Потому что иногда Вот Думаю что все Вот Казалось бы Внешний фон Достаточно Ну хотя бы Раз в месяц Такое случается Что я думаю Что все Сегодня будет рост Америка выросла Цены на нефть выросли Европа Шикарный рост закрыл Азия росла Фьючерсы на Америку В плюсе Мы открываемся Ростом И весь день Снижаемся Снижаемся У тебя часто Такие прогнозы Были когда ты говорил Да мы откроемся Например Там плюс 1 процент Плюс 0,7 процентов И там целый день Скорее всего Будем спускаться Это будет там Самая высокая точка За день Ну бывало такое То есть это Это был просто Вот сентимент Да Который ты видел Да я пытаюсь Ловить сентименты Да действительно То есть настроение На биржах Что движет инвесторами Конечно я Я в Америке не торгую Но по крайней мере Вот по тем акциям По тем секторам Которые там торгуют И с каким настроем Они торгуют И почему они так себя ведут Ты мог сделать такие выводы Да я могу сделать такие выводы Ну вот Ты сам же торговал Тоже внутри дня И торгуешь Да Я имею ввиду И сам же использовал Свои рекомендации Потому что я знаю Это не по словам Ну смысл какой обманывать Нет я не это имел ввиду Я не это имел ввиду Единственное что там У тебя были такие проблемы Которых например О которых ты рассказывал Что ты там не можешь Большим объемом торговать Да Но тем не менее Не могу долго позицию держать Не можешь долго держать Я помню Да ты говорил Мы там сейчас Наверное тысячи полторы сходим Там и 400-500 пунктов И тут же Да Вылетал Почему Да я понимаю Человеческий фактор В силу да В силу человеческого фактора В силу человеческого фактора За столько лет Ты же в принципе знаешь Силу сигнала И ты действительно Очень хорошо Знаешь свой предмет Очень хорошо Я тебя знаю Очень много лет Я со стороны Наверное Извините я перебью Ты знаешь Я скорее бы тебе Доверил бы деньги Чем ты доверил бы самому себе Ну к чужим 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 Всегда ответственнее Нет я не за это имел ввиду Я имел ввиду то что Ты у тебя действительно Очень хорошее Чутье и нюх На сантимент рынка И я думаю что Я тебе больше доверяю Чем ты самому себе Ну Спасибо за доверие Саша Ну Я Просто в силу В силу характера Опять же Я человек нежадный Если я Сделал какую-то норму Допустим По итогам дня Я закрою позицию И все Я потом уже Ну да Рынок дальше пошел В мою сторону Ты спишь спокойно Ну я уже сплю спокойно Ну да Я чего-то не поймал Какого-то движения Полностью не взял Ну по крайней мере Сейчас говорю Я человек нежадный Ну ты спишь спокойно После этого Я сплю спокойно И так скажем И меня как бы Никто не дергает Там и все Вот Просто у меня был В период жизни Когда я управлял Чужими деньгами Достаточно большими Вот И вот этот период Я Что называется Вынужден был Там до 12 Смотреть Как отторговалась Америка Как закрылись Наши АДР В Нью-Йорке Тебе не понравилось Да После этого Переживать Как откроется Азия Какая реакция Будет на это А у тебя уже Позиции Вынуждены Ты не можешь Ничего сделать Потому что торги У нас на нашем рынке Акции проходят Не круглосуточно Вот И ты должен Переживать А вот вдруг Откроется не в твою сторону А если откроется Не в твою сторону С каким гэпом А если этот гэп Заберет твой стоп И что я буду говорить Человеку Если он скажет Ну что ж ты так управляешь Я тебе доверил А ты мне Я думаю И ты решил Что лучше этим не заниматься Не не то что Ну То есть Вот Те деньги Которые Я заработал Они конечно Были очень приятны Но они просто Мне Ты потерял покой Не доставляли удовольствие Просто были бессонны Реально ночью Дорогие друзья У нас в гостях Александр Потай Главный аналитик РГС Управления активами Через несколько секунд У нас будет рубрика Вне времени После которой мы продолжим Дорогие друзья Добро пожаловать Понедельник Прямой эфир 6 5 10 9 9 и 6 И мы с Александром Потайным Главным аналитиком РГС Управления активами Беседуем вообще Что с нами будет И будет ли нам От этого хорошо Саша Еще раз здравствуй Да привет Алекс Сейчас на самом деле Тема которая волнует Посмотри Такое ощущение Что у нас Мы получаем вливание информации Для того чтобы Либо мы Задумывались Об этом Либо чтобы мы были Чем-то заняты Вот Сирия Последнее время Я такого количества На самом деле Информации Не получал Твое мнение По Сирии Да просто Просто политическое Как повлияет Ну нефть Цены на нефть Естественно Политика Она всегда влияет На какое-то Ценообразование Ну вот смотри Какая вещь Просто дело в том Что Вот Вот есть Есть Политика Есть Рынки Это две разные Ипостаси Да Вот Когда Зачастую Как вот мы знаем Биржевая практика Когда льется На улицах кровь В самое время Покупать акции Вполне возможно Вот На практике Мы увидим Что-то подобное То есть Если будет Объявлено О том Что Там США Будет готова Нанести удары Военным По военным Объектам Там Которые Расположены На территории Сирии По правительственным Войскам Естественно Сирия скажет Что мы ответим Тем же И все это Эта Эскалация напряженности Она придет к тому Что фондовые индексы Ментально пойдут вниз Собственно говоря Вот это мы выделили На прошлой неделе Да Вот Но Зачастую бывает так Что Фондовые индексы Когда идут вниз На ожиданиях На действиях Идут вверх Да Когда реальные действия Проходят Фондовые индексы Идут По крайней мере Американские Могут пойти вверх Но мне кажется Что Соединенным В регионе Пропадает Ну Естественно Там После какого-то Скажем Промежутка Времени Вот И дальше Как бы С учетом того Что военные расходы Растут Вполне возможно Под войну Сири увеличат Потолок По госдолгу США Потому что Это достаточно легко Будет провести В конгрессе Вот То есть В принципе Надо посмотреть Что за этим стоит Что за этим Что за этой военной Операцией Если она состоится Последует Это как ты думаешь Состоится или нет Не знаю Ну хоть не хотелось бы Честно говоря Потому что Ну это ужасно С большим счетом Да Вот это размахивание Там А вы виноваты Да нет Вы сами виноваты Ну что Что-то Вот когда Наблюдатели приезжают И там Что называется Прямо перед их носом Приводят В действие Боевое Ну как-то наигранное Все Я с тобой согласен Сто процентов И тут же Человек Который получил Нобелевскую премию Как миротворец И идет И говорит Мы будем там Бомбить Вне зависимости от всех Поляжет пара сот тысяч человек Ничего страшного Да Ну это как-то вообще А давай уйдем от политики У нас передача не политическая Нас за это очень любят Да Лучше к тебе вернемся К Александру Потавину Да Саша Можно ли прогнозировать рынок И как это делаешь конкретно ты Ты знаешь Когда мне говорят Что вот Ваш прогноз По индексуру МВБ Там РТС Неважно На конец года Вот честно скажу Я не знаю Как ответить на этот вопрос Столько факторов То есть можно С точки зрения статистики Конечно ответить Да Посмотреть Динамику Как было Как торговался Наш инок Вот при текущих ценах На нефть При текущем курсе рубля При текущем новостном фоне С начала года Вот Примерно вычислить Средний диапазон Изменения нашего Индекса фондовых И предположить Что Вот это же Экономическое положение В стране Эти же цены на нефть Примерно сохраняются В тех же уровнях Предположить Что с вероятностью Допустим Там 70% Фондовый индекс МВБ Закроется В диапазоне Там 1480 Тире 1300 Пунктов Вот в этом диапазоне Закроется Вот это прогноз А когда некоторые Говорят Сочнее всего до пункта Говорят Что там Мы же ждем Там индекс МВБ Там 1210 пунктов Чего Откуда такая цена Причем не мотивирована Как-то вот Мы считаем Что вот Наши фондовые индексы Пойдут вверх Потому что Вот инвесторы Начнут Отыгрывать Наш дисконт По отношению К развивающейся А почему Они до этого Не отыгрывали Что помешало Вот наш рубль Казалось бы При цене на нефть 115 долларов За баррель Я посмотрел В предыдущие периоды Он должен был стоить 30 рублей 30 копеек Сейчас 33 рубля Больше 33 Да Вот ответ Да То есть когда Цена на нефть В прошлый раз Была 115 долларов За баррель Индекс МВБ Был 1510 пунктов Так по сути дела 1300 Сколько это там Ну Я уже не помню 1340 что ли Кто Индекс МВБ Сколько сейчас пунктов Я не смотрю МВБ РТС Ну РТС Да 129 с половиной Не в этом дело Вопрос другой Поэтому Вот У нас в стране Не так много драйверов И первый Первичный наш драйвер Это нефть Ты правильно Сказал одну вещь Почему Если все нормально И у нас Очень сильный драйвер Это нефтянка Раньше было одно Плюс полтора процента Нефти РТС Плюс полтора Там плюс два Почему не Поэтому Можно ли прогнозировать Рынок Вот как ты это видишь И что является Прогнозом для тебя То есть коридор Вот честно скажу Я обычно Когда пишу Допустим недельные Обзоры какие-то Где я должен Я говорю Не Вот О том Что если мы Если мы Вот туда-то Туда-то сходим То есть Мы побиваем Какой-то уровень Которым мы Уже неоднократно Там стучались Там индекс Там при этом Акции Сбербанка Там ГМК Лукойла Наиболее индексные бумаги Они допустим Пробьют какие-то Свои уровни сопротивления То есть появится Спрос дополнительный По этим ликвидным акциям Если у них Появится спрос Соответственно Вот те люди Которые покупают Акции Вот на этих уровнях Они не будут сдавать Допустим Там через пол процента Через процент Они скорее всего Поднимут Долгосрочные Еще да Еще повыше То есть там 5-7-10 процентов Чтобы хотя бы Что-то заработать Потому что через 1-2 процента Сдавать бумагу Смысла нет никакого Это можно Могу сделать Такой мелкий Спокулятор в течение дня Вот А коли так Соответственно Наш рынок акций Выйдет вот на Такие более высокие уровни Это все Как бы логично Вот А с точки зрения прогнозов Вот Ну вот Приходится Какие-то давать Какие-то Вот если мы пройдем Туда-то То соответственно Вот ближайшая точка Цель туда-то Если мы не проходим Значит не остаемся Здесь же То есть ты считаешь Что И плюс к этому Да И плюс к этому Надо смотреть всегда За тем Как интересным И неинтересным Западным инвесторам То есть Есть ли Спрос на наши Активы Со стороны запада Потому что Большому счету Основную игру На нашем рынке Акций Заказывают западные фонды Если западные фонды Не дают экспозиции На Россию Драйвера нет Какой бы цена Нефть не была Каким бы рынок Привлекательным не был Мы роста не увидим Вот и все Поэтому То есть Для тебя Для тебя По сути дела Все равно В твоем понятии Есть определенные уровни И при прохождении Определенного уровня И закреплению Например цены Там По определенному диапазоне Это для тебя Либо драйвер Какой-то Либо то есть Драйвер движения вверх Или движения вниз Совершенно верно Да Вот я Когда читал Лекции Вот По Торговле Фьючерсами На нашем рынке акций Я вот приводил Такой пример Который сейчас Вот он перестал работать Потому что Такой формации Уже не встречается Я уже давно Уже не видел А вот в прежние года Вот там допустим Там ну 2-3 года назад Может быть Было точно Хорошо видно Допустим 9-10 год 11 даже Очень хорошо было видно Что наш рынок акций Он Вот если на него Заходят деньги То такие ликвидные акции Как Газпром ГМК Лукойл Роснефть Они растут в день Там допустим По 4-5 процентов Вот когда По итогам дня Рос составляет 4-5 процентов Мы таких уже Цифр давно не видели Согласитесь Да очень Вот То соответственно Вот эта вот волна Рост Она как правило Продлится еще на Несколько дней Вот это ожидаемое Движение рынка В какую-то сторону То есть наш рынок Просто-напросто Переставляет с одного уровня Там условно говоря 1300 На уровень 1400 И уже после этого Мы пойдем там Уже пилить Там фаза накопления Фаза роста Фаза распределения Тут я с тобой согласен Абсолютно Вот и все А сейчас такого нету И вот Где вы прогнозируете Вот этот вот прогноз Вот на России Уже потерял всякий смысл Потому что Это вот болтанка Вот там 1300 там По С ним Минимум Там 1450 максимум И вот мы болтаемся Уже Уже несколько месяцев И еще раз говорю Вот это вот Потоки капитала С запада К нам не идут А мы торгуемся Своими силами На собственных деньгах Мы далеко Ни вверх Ни вверх Ни вверх Ни вверх Ни вверх Тогда вопрос другой Вот твое личное мнение Как человека Который давал прогнозы И дает прогнозы Ну Можно ли использовать Прогнозы других Если как Если да То как Я всегда Вот Я читаю прогнозы Аналитиков других Которые Ну Моего Моего Возраста Людей Как правило Которые давно уже На рынке На фондном рынке Там допустим Андрей Верников Интересно пишет Там еще ребята Некоторые Когда Ты видишь Аргументированную позицию Не просто там По технике Что-то такое Аргументированная позиция Что такое техника Потому что Зачастую Вот Когда Есть управление Каким-то крупным фондом И управляющий Принимает решение О том Чтобы купить Какие-то акции Продать Какие-то акции Ему Как правило Он не принимает решения На основе Допустим Пересчения Каких-то скользящих Средних Он входит Допустим По какому-то фундаменталу Да Или по какому-то На каком-то новостном фоне Там Или там Набирает позицию Там Аргументированно Вот с точки зрения Долгосрочной перспективы Потому что Кривая Как она сегодня Пересеклась вверх Так она назад И пересекется вниз Вот Поэтому Ему Вот чтобы войти В эти большими деньгами Ему нужно Какой-то фундаментал Да То есть Либо в экономике Либо в компаниях Либо Там на уровне Каких-то Глобальных Инвестиционных Переспределений Потоков Между странами Вот И вот такие вещи Если они Аргументированно Есть Они преподносятся То в принципе Я очень уважаю Такие точки зрения Вот И в принципе Сам стараюсь Придерживаться Такой же точки зрения Потому что Ну вот Если кто-то Дает прогноз Допустим Кто-то в начале года Мы Помню Пошли в начале года Первую половину января Мы росли активно И сразу Я смотрю Там Перспективы До конца года Две Триста Две Тысячи Триста Пунктов Две Тысячи Пятьсот Неопоснованные Цифры А почему А вот мы Год начали Хорошо Год начали Две недели На году Оторговались У нас еще Пятьдесят Две недели Впереди А мы Одну неделю Оторговались И вот уже Прогнозы Уже смелые Там до конца года Все это Глобальный приток Нам идет Какой нафиг Приток Давайте мы Трезво Рассуждать Как ты думаешь Тогда Если мы Сейчас Я закончу Если Как правило Практика показывает Что если мы Наш Или Америка Не сдувается Где-то к середине Ноября К середине Ноября Можем увидеть Эти же уровни Или даже чуть выше Ближе к концу года Потому что Перед концом года За месяц До конца года Сливать весь тот рост Который был Сделан В ходе Всего года Ну просто нет смысла Понимаешь Люди Инвестбанкира Трейдер Инвесткомпании Фонды потеряют бонусы Они недополучат И собственно Их клиенты А это индустрия Это индустрия Это не просто Зачастую фундамент Это индустрия На которой зарабатывают деньги Дорогие друзья Александр Потавин Главный аналитик РГС Управление активами Звоните Задавайте вопросы 6 5 10 9 9 6 После новостей Мы вернемся к вам Добрый день Мы снова с вами Александр Потавин Да Наш гость Главный аналитик РГС Александр Герчик Ведущий 6 5 10 9 9 6 Сейчас два слова Буквально По поводу Использования прогнозов Других людей Да Насколько Доверяем Но проверяем Насколько сильно Просто дело в том Что рыночная ситуация Это ведь рынок Да Здесь не бывает Легких денег И зачастую Как рынок сегодня Допустим Завтра может Идти вверх Так мы зачастую Наблюдали Что буквально Он разворачивается Полностью Меняется картина В течение недели Если кто-то Говорил Что он там По итогам месяца Ждет какой-то рост Выход на какие-то уровни Да Он аргументировал Свою позицию Так-то так Но если рынок Развернулся И вполне возможно Это нормально Если он меняет Свой прогноз Поэтому Ты за его прогнозом Просто можешь Не уследить Когда он поменяет Свой прогноз Свой вью На рынок Потому что Изменились Рыночные условия Изменились новости Пришел поток новостей Которых в принципе Он не ожидал Да Там допустим Какие-то интересные новости Которые Ну вот Серьезно повлияли На расстановку сил на рынке Ты его прогноз Вот свежий пропустил И будешь продолжать ждать Старого Да Старого прогноза А естественно Он не сбывается И ты Разочарован Ты неугодований Да Поэтому чтобы такого не было Я думаю Что надо приучаться Все-таки мыслить самому Я с тобой согласен В свое время Где-то это было Наверное Года два назад Я когда даже на РБК выступал Главный управляющий Ренессанс капитал Одна из многих фирм Которая показывала Феноменальные результаты Да Они и пионер Сказал одну вещь Говорит Раньше я мог сделать прогноз На год на два на три Да Потом эти прогнозы Сузились там до года Потом они сузились До полугода Сейчас они сузились До недели И иногда По дням Фонд закрыли Перестали на самом деле Работать Потому что Он просто сказал Что невозможно Прогнозировать рынок Да То есть Например Насколько бы Александр Потавин Пошел бы Чтобы сделать прогноз Неделя Две Три Полгода Ты знаешь Ну вот Неделя Это пожалуй максимум Ксимором Вот если бы тебя сейчас спросили Там Александр На 1 января С текущих Цифр Вот честно скажу Я Саша Я не хочу Не-не Ты не понял Я не выманиваю прогнозы Я Не в этом дело Я просто пытаюсь объяснить логику Мы с тобой в этом Одинаково Ты знаешь Когда меня кто-то спрашивает прогноз Ты знаешь Как я всегда говорю Во-первых Давать прогнозы Это неблагодарное дело Абсолютно Во-вторых Прогноз ты правильно сказал Он может просто не дойти до какой-то цифры Немножко Немножко Меняется Что Это вот как то же самое Меня там в начале года Спрашивали Где вы Видите машины Вот Предположим Когда ты этим людям Дашь ответ И мне он абсолютно не интересен Да Предположим Я тебе скажу Вот ты что Что это тебе даст Да Мои рекомендации Будешь торговать Или у тебя что Ну как-то Тогда вопрос к тебе Как ты думаешь Почему эти люди задают такие вопросы Ну поговорить А с аналитиками О чем говорить О прогнозах Да А с хоккеистами О забитых гуалах Да А с автомобилистами Акробюра У нас есть один вопрос Потом я тебе хочу поговорить О Александре Потавин Трейдер А не аналитик Здравствуйте Александр Сергей задает вопрос Саша тебе Используете ли вы Эконометрические методы При составлении Биржевых прогнозов Если да То какие Какие методы Эконометрические А Эконометрические Наверное Что такое Эконометрики Ты меня спрашиваешь Я могу Я рассказал Как я Я это вижу Просто я Я могу сейчас посмотреть Честно говоря Просто Разные Разные люди В разные Разные Понятия В этот В этот термин Вкладывают Поэтому хотелось бы Какого-то уточнения Сейчас тебе конкретно Вот скажу Сейчас Ну ладно Наука изучающая Количественные Качественные Экономические Взаимосвязи С помощью Математических И статистических методов Ну это сразу все Объясняет Ну я Математически Так как ты И рассказывал Если Нефть Год назад Была такая-то Такая-то То скорее всего Она должна быть Такая-такая-то Но сейчас Получается что Эконометрика Не очень-то работает Потому что Статистика Слушай вот Интересная вещь Она получается так Что иногда работает Иногда нет Это тоже надо Понять взаимосвязь Почему она Перестала работать Да Если допустим Золото валютные резервы Растут Привязки допустим К курс рубля И к ценам на нефть Что после этого будет Почему они растут Что при этом происходит С уровнем Внутреннего И внешнего долга России А вот Прогнозы Я просто люблю С учетом того Что я торгую тоже Я люблю Движения на рынке На каких-то Повышенных объемах Желательно импульсные Почему это Подтверждение Да Это Почему это Да Подтверждение То есть Почему для меня Это важно Потому что Вот я считаю Что рынок Это живой организм Да На нем торгуют Трейдеры в основном А биржевые роботы Лишь обслуживают Все эти движения Да Они отрабатывают их А в большом счете Торгуют люди И когда люди Увидят большое движение Они как правило Вот Их реакция На большое Сильное движение На какие-то Проходки турни Как правило Одна и та же На этом заработать На этом А Б Не потерять И каким-то образом Там хиджиров Еще что-то такое Вот И вот В зависимости от Того что ты понимаешь Как себя вел Рынок В предыдущие моменты Когда происходили Такие движения Ты можешь прогнозировать Там на какой-то Промежуток времени Как он себя Пойдет в дальнейшем Если происходят Сильные и большинственные Движения То ты ждешь Допустим Какого-то его продолжения Допустим После откоррекции Вот это вот Ну там Ты знаешь Там знаменитые Твои там Три бара гертика Там еще что-то такое Вот Вот такие движения Они очень понятно На них лучше зарабатывать Потому что Я всегда вот На семинарах И всем говорю Что не надо Влазить в то движение Которое ты не понимаешь Ну это как в анекдоте Не ходи в те места Где тебя знают Да Не надо зарабатывать На каждом движении Вот рынок Куда-то пошел А где он Почему он туда пошел Объем средний Причем это середина Диапазона торгового То есть там Ничего не поймаешь Торгуйте то что вы видите А не то что вы знаете Да Потому что Ну вот Там выход Из диапазона На повышенном объеме Каком-то Можно прогнозировать Куда цена пойдет дальше А когда внутри диапазона И объем средний Ну какого Из меня туда Влазить в это движение Если ты не поймешь Куда Или она пойдет К верхней границе диапазона Или нижней допустим Или в итоге Заглохнет Заглохнет Да Поэтому лучше Такие движения используют Потому что фондовый рынок Я считаю Что это рынок профессионалов А именно профессионалы Что значит профессионалы Это те люди Которые зарабатывают А зарабатывать можно На понятных Прогнозируемых движениях А сейчас Наверняка Твои трейдеры Пришли к тебе И задали такой вопрос Саша Уралкали Покупаем Продаем Это же дешево Ты знаешь В свое время Ну они вот пришли Трейдеры к тебе И спросили Александра Покупаем Не покупаем Ну в свое время Я давал рекомендацию На покупку Когда у них была Программа buyback Но при этом Я когда всегда говорю Что программа buyback Да Вот происходит Но при этом При этом Допустим По технике Картинка такая По фундаменталу Компания оценена Там так-то Так-то Относительно Мультипликаторов Все-все-все Но при этом Говорю всегда Что уровень Ниже которого Мы продаем акции Защитный стоп Даже по фундам Он находится Вот там-то Там-то На тот случай Если новость Которая повлияет Сильно котировке Она выходит Только завтра А ты сегодня Видишь Плюс сейчас Огромные политические риски У нас осталось Три с половиной минуты У нас есть звонок Еще несколько вопросов Александр, добрый день Вы в эфире Да, здравствуйте Здравствуйте Вы знаете Я вообще-то Всегда Три Александра Надо загадывать желание Ну что делать Я между вами Или вы Вы, естественно Между вами Вы нам звоните Значит вы загадываете желание Значит у меня Подход физический Вот вы говорите Там Какой-то тренд Какие-то там Спекулятивные вещи Вот смотрите Каждый год У нас идет Сбор урожая Собрали урожай Стабильно Народ продал картошку Тот, кто производит Получил свою прибыль Зерно Там Какие-то Ну вот сейчас Подвоенные вещи Допустим Объявят Что Сирия Подверглась нападению Наверняка у нас тоже В оборонку Какие-то деньги Кошлонка Но Вопросы Никто Вот в чем Почему мы все время Вот какими-то спекуляциями Занимаемся Но А курс все да Я понимаю На этом люди живут Но ведь Производство Это вторая сторона Как бы Всего тех Эти тыкла Может быть На производство Лучше обратить внимание Там ведь стабильно Вот в том же Сельском хозяйстве Получается прибыль В конце Летнего сезона Одно маленькое но Мое личное мнение Вы же не забывайте У всех разный капитал И Если вы можете себе позволить Например Играть в более глобальные игры То 90% Окружающих нас Не могут Средний счет Например По Российской Федерации Даже 400 тысяч рублей нет Ну Допустим Вот я вот Не занимаюсь инвестициями Хотя у меня Вот есть там Эти 500 тысяч Я бросил в Сбербанк И они там лежат Под 8% И нормально Резвляцию Как-то отрабатывают Да Курс доллара Когда я бросил Был 33 Тогда в чем Это было 3 года назад Сейчас тоже 33 В чем ваш вопрос Почему люди Лезут на рынок Ценных бумаг В том-то и дело Вот ценные бумаги Это вообще какая-то Надутая Сфера деятельности Ну теоретически 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 Да Но огромное количество людей На самом деле Рынок ценных бумаг Он двигает Ценные бумаги На самом деле Если бы не было рынка Многие большие компании Просто не получали бы Вливание капитала Александр Твое мнение Рынок ценных бумаг Это отражение Реальной экономики То есть Те крупные компании Которые в экономике России существуют Они имеют акции Эти акции Торгуются на бирже Естественно Классическая схема Инвестирования Заключается в том Что ты покупаешь Акции компании И держишь Которые приносят Хорошие дивидендные доходы Которые Благоволит своим акционерам Которые генеруют Денежные потоки Приносят прибыль Ты покупаешь Ты входишь В реальный сектор Экономики Крупных компаний Через покупку акций Только маленькой доли Через покупку акций Да Все верно У нас осталось 50 секунд Александр Потавин Как трейдер Как бы ты себя характеризовал Ну как Я совершенствуюсь постоянно То есть я пробую себя На разных таймфреймах В разных условиях Потому что Для чего это надо Потому что С одной простой целью Понимать рынок Понимать рынок Раз Во-вторых Я не хочу зависеть от пенсии Когда придет возраст Тогда вопрос один Что бы ты пожелал бы Нашим слушателям Больше читать Больше практиковаться Больше изучать предмет Если действительно интересно Тогда если читать Посоветуй две книжки Супертрейдер И возможно просто Мало энциклопедии трейдеров Найман Да Дорогие друзья У нас был Александр Потавин Саша Огромное тебе спасибо Еще раз с днем рождения Мы тебя очень любим Спасибо Дорогие друзья Всем попутного тренда Или против тренда Удачи